День молодёжи – это, наверное, самый оптимистичный и весёлый праздник. Учащиеся студенты, волонтёры, самодеятельные артисты – все они активные и неравнодушные ребята, пришли в Северный парк, чтобы принять участие в праздновании. День молодёжи – это хороший повод не только повеселиться, вдохнуть, но и поговорить о том, что волнует наше юношество, куда следует направить свои силы. Славянской молодёжи есть чем и кем гордиться. Ребята успешно учатся, совершенствуются в профессии, занимаются общественной работой. У нас в Лавянском районе очень много талантливой молодёжи, очень много спортивной, творческой, интеллектуальной молодёжи. Хочу вам всем пожелать новых свершений, новых целей. Молодость – это то время, когда нужно идти вперёд, нужно стремиться к лучшему, нужно делать этот мир лучше. Также хочу поздравить с праздником Днём молодёжи старшие поколения, потому что именно старшее поколение воспитывает молодёжь, молодёжь становится старшим поколением, и так получается преемственность в нашей стране. Молодёжь муниципалитета успешно представляет его на краевом уровне, участвует в конкурсах и форумах, помогает подрастающему поколению жить полноценной жизнью. И в мероприятиях, посвящённых молодёжному празднику, они приняли участие. На выставке-ярмарке работ мастеров декоративно-прикладного искусства в Северном парке можно было познакомиться с их творчеством, узнать о технологии изготовления и о том, для чего нужны изделия. Натуральные камни, они несут в себе большую энергию, большую силу каждому человеку, независимо от того, верить его в это или нет, в этом нет никакой магии, в этом есть физика. Физика, кстати, тоже был любимым предметом в школе, поэтому я понимаю, о чём я говорю. И я очень уверена, имею большую уверенность в том, что изделия из натуральных камней помогают каждому человеку. В числе интерактивных площадок от образовательных учреждений для ребят очень была интересна та, где учили рисовать. Мы пытаемся научить детей и дать толчок развитию творчества, чтобы человек научился видеть окружающую красоту природы. И через творчество ребёнок приучается, он видит красоту красок, красоту оттенков, видит, как рисовать животное, солнышко, очень правильно рисовать. И ребёнок начинает творчески развиваться. Сеанс одновременной игры по быстрым шахматам, в котором участвовал Александр Долженко, не прошёл незамеченным. Все мы здесь работаем на благо того, чтобы популяризировать вид спорта, чтобы молодёжь развивала свои интеллектуальные способности. И один из инструментов – это сеанс одновременной игры. Сегодня, на День молодёжи, мы собрались на то, чтобы, передавая свой опыт, те, которые уже мастеровиты, опыты, я как мастер-фиды, молодёжям преподаю урок. Фестиваль современного молодёжного творчества «Яс на день», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией и Всероссийскому дню молодёжи, стал центром притяжения для всех, кто пришёл на празднование. Молодёжные творческие коллективы порадовали всех собравшихся своим искусством. Были и хорошие песни, и танцевальные композиции. Я занимаюсь танцами уже 9 лет, и мне очень нравится данный вид творчества. Сегодня для нас большая честь выступить на этом фестивале с номером «Матушка Земля». Своим танцем мы хотим принести вам очень много улыбок и радости. Все участники фестиваля были награждены грамотами. Молодость – лучшая пора в жизни человека. Это время надежд, ярких событий и больших планов. Очень важно воплотить их в реальные дела, пронеся через всю жизнь веру в свои силы.